Вы пока есть, я немножко скажу кое-что. Так, постарайтесь не разговаривать. Но сказать ничего нельзя, потому что все уже сказано за 2-6 лет. Если один не сказал, другой дополнил и по сегодняшний день. Я размышлял сравнение Рождества и Воскресения Христова. Рождество празднуется на Западе особенно красочно. Санта-Клаус, подарки, заходят там, как-то флеш называют, но были, как поют в ресторанах. Один запевает, они заранее рассаживаются, пирсит, а с одной компанией. И бывает иногда много, и получается весь зал поет. Почему нигде не отмечается Пасха Христова так, как у православных? Я вот об этом задумался. Притом, ну одно только, вот мне пишут там, как в Сирии, в Германии, во Франции, в яйцах, какие-то там деревянные, целлулоидные, зайчиков разных. А в Воскресении Христа как будто и нет никакого Христа, даже разговоры нет. А смысл-то ведь в общем. Главное направление всей мысли должно быть там, на Воскресении. Когда мы воскреснем, придет время, мы все до одного воскреснем, но неизвестно, где мы будем, потому что мы еще в пути. И вот тогда откроется, по-другому будет. Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Говорит так апостол Павел, всем нам, всем надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он нам делал, живя в теле. Тело как будто это отдельная избушка, это не мы, мы жили в теле. Мы говорим, это тело мое, даже слово тело не упоминаем, я. А я это я, который живет внутри. Что делал, живя в теле, доброе или худое? Вот о чем Михаил Юрьевич Лермонтов и писал на смерть поэта. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой, и мысли делам знают наперед. Я в школе спрашивал учительницу, не понимаю еще. А кто знает дела наперед? Ну, народ. Народ знает дела наперед, они народ-то вообще не знают. В 1962 году Хрущев объявил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. В 1982 году уже у нас здесь коммунизм. Не считая того, что в 1991 году вообще распалась страна, развезла ее по кочкам, без единого выстрела. Позорно, коммунисты проиграли битву. 18 миллионов у власти было. В воскресенье измертвое. Вот об этом надо делать, думать, думать. О чем говорит Серахов? Помни последняя твоя, то есть последний день жизни, и вовек не согрешишь. А я умру сегодня. Я встану в том виде, в котором отошел. За гробом покаяния нет. А то мы тут все разные сорочины считаем в Салтере. В Писании об этом не говорит ни слова. Я считаю, я молюсь за родных каждый день, мы считаем. Но нет в Писании этого. Мы православные, мы усвоили то, что до нас уже было принято. Но дальше-то надо глянуть. Если пропасть между вами и нами, и оттуда сюда не переходят, и к нам к вам не переходят. И в Евангелии от Пухи 16 глава, когда он говорит, что, ну, говорит-то Христос не кто-то, а дальше там в роли Авраама, то и сам Христос эту пищу сказал, она ненадуманная. Значит, надеется на посмертное помилование, надежда очень-очень шаткая. То видение, видели, человек вылез там, выкарабкался, напился воды. Это все может оказаться бредами пьяных старух. Как выразился Златоус о подобных выходках. И когда задумаешься о воскресенье из мертвых, то оказывается теперь, я сейчас в последнее время, ну, на позор может быть, как-нибудь. Да зачем ты пришел? Сейчас рулетка такая есть, рулетка. Гнойная, страшная ущелье. Содом и гаморра. Открыто, голая, творят блуд, все что угодно делают. Всякая зараза буквально. И я там практически уже почти 80 дней. И новые, новые люди приходят. Сегодня почему-то у меня, ну, я не знаю сколько, но примерно 7 бесед было с мусульманами. Я с мусульманами знаком, очень хорошо. Но тут открылось снова, как они восстают против. Я сразу вот так только поздоровался, он сказал, салам алейкум, я отвечаю, салам алейкум. Аллах Акбар, я сразу же Иисус Акбар. Начинается дальше, Иисус Акбар, Иисус Велик. Велик. Но я ему Библию показал, он, я говорю, вы знаете, что у нас праздник такой? Да, с праздником поздравляют. Другой скажет-то. Я говорю, а с чем поздравляете-то? Ну, ваш Иисус, это наш Исаак. Я говорю, наш Иисус взял грехи мира и умер. А я говорю, а вы по какой книге говорите? И сразу поднимаю Коран и подставляю к экрану. Коран? А переворачиваю, я там по-арабски. Считаю, не может. Я говорю, тут баран. 150 мусульман, ни один не может просчитать одну строчку. Я говорю, вы такие же, как мы православные. По-славянски ничего не понимают люди, но однако стоят, оно услаждает слух. Забывая о том, что когда подошел сатана ко Христу, он говорил по-церковно-славянски. Раз она церковно-славянская книга-то. И начинаем говорить. Я говорю, скажите, вот это у вас книга священная? Да, он начинает. Я это знаю. Вот у меня 18-й том. Вот он. Я полностью разбираю по сурову. Я там весь Коран. До одной буквы. Он меньше нашего Нового Завета в 1,18. И он меньше Библии в 5,7. Они не знают. Я им вопрос задаю. Скажите, у меня нет ничего в руках. Я просто беру карандаш. Вы Иисуса признаете, который у вас? Это не наш Иисус. Ну да. А у него в руках оружие было хотя бы один раз? Не знаю, где-то не было. Вложи меч твой в нож. Вы не можете сказать, если бы сам мечом размахивал. Ваш предводитель имел меч в руках? Ну да. Дальше он понимает, что что-то не то уже делается. То радостный, а тут сразу поник и все. Я говорю, он воевал. Вы будете отрицать? Ну он там два раза воевал. Не два раза. А 72 раза. И только два сражения были у него оборонительные. А 70 ровно грабили караваны. Больше ничего не делал. Караваны грабили. И которых пленники там были всем. Принимаешь нашу веру? Не принимают сразу. Рубили и все. Принимаю. И войско сразу растет. Ну, жизнь дорогая. Притом справедливо делят поровну всем. Тоже хорошее дело. Знаете это? Не знает. Я говорю, знаете. Дальше и говорим. Вот вы согрешили. Как от греха избавиться? Ну я молюсь, Аллах. Подождите. Он может прощать? Ему право дано такое. А вот я говорю, мы в доме ночевали у Муллы. Ролик выставлен. Баку. Азербайджан. И я взял 6.23 послание к римлянам. Возмездие за грех смерть. Тут же Мулла отстоит. Это как по нашему сказать священник, руководитель. Ну и наша дорогая Самира. Я узнаю, они очень грамотные. Нас таких нету. Он говорит на 4... Она говорит на 4 языках. Арабский знает. Он на 6. Это наши современники. Ну как уж она не знает. Я им давал перевести место писания. Никто не перевел. Потому что это уже дальше. Но он понимает, что говорят. Теперь возмездие за грех смерть. Человек согрешил, убил. У вас бывает? Да, бывает. Посадили в тюрьму. Теперь он грешник? Да, грешник. Все соглашаются. Как избавиться от греха, чтобы на суде Божьем быть? Ну, добро делать. Какое добро? Его утром только расцветают, его уже зарежут. Стали никак. Я говорю, а дальше? А дар Божий – жизнь вечного Христа Иисуса. А у них библии разные лежат. Коран на столе лежит. И Тора еврейская. И что они как намаз совершают? Мы беседуем, вдруг лежу, я ее нету. Я так посмотрел, она на веранду зашла. Не на веранду, а на балкон. И уже склонилась. Я сразу дал знак, мы стали на колени. Проходит какое время, часа три. У них намаз совершают. Лежу я, нету. Она на кухне отдельно уже, ни слова не говоря. Гостей не потревожить. Я говорю, ты так не делай. Ты нам говори. Мы очень любим молиться. У нас, правда, если так считать, то у нас семикратная. До утром вечера девятикратная у нас молитва, не пятикратная. И у нас сто поклонов, у вас один. Это большая разница. Ну, конечно, все с улыбкой, с радостью. Но как только наши прощения грехов в тупик встало. Мы не религию проповедуем. Что самое ценное в исламе, я им говорю. Скажите, что самое ценное? Ну, дружно. Ну, знаю, это я. Дружно. Да дружно-то бывает. Ты знаешь, как коммунисты были дружные? Как у фашистов были, особенно СС, Гиммлера, Генриха. Не это самое у вас. Самое важное у вас, самое ценное. Двумя руками держаться. Пятикратный намаз. У вас строго. Пять раз в день молиться. Вот что самое ценное у вас. И показывай ему леску, стопоклонная. Так вот, смотрите, вы когда молитесь, просите прощения. А как он может простить, кому вы обращаетесь? Теперь, вы пришли на 600 лет раньше. В каком году умер предводитель? Ни один не ответил. Я говорю, в 632 году. Как же так свою веру-то не знаете-то? В 632 году. Ну, возраст был так. Ну, возраст, это другое дело. Главное, когда было. В 6 столетий христиане шли, проповедовали. А там искажения какие? С чем вы сравнили? Сразу путаются где? Чтобы узнать, правильно или неправильно, должен быть оригинал. В первом веке такая была книга. Эта книга переписывали, все ошибки выявлены, но другого нет. Вы не знаете, как евреи сохраняют. Они, когда переписывают, специально молитвы читают, специально кожа делается, когда они на пергаменте пишут. Специально руки вымыть. Если он пишет слово Бог, хотя бы царь подошел, толкнул его, не должен обращиваться. И он написал строчку в одну знак, в буквы. И он считает сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, пятнадцать. И напротив строчки, тире, пятнадцать букв. А вы, говорите, переписали. Каждая строчка и полную Библию переписать стоила двадцатилетний труд рабочего. Это понимаете, какой огромный труд, чтобы сделать. Но дело-то еще вот в чем. Когда проверяют его, и бывает так. Христос, а у него написано Хритос. Буква, так, одна ошибка. Дальше. Если три ошибки найдено, свиток уже почти до конца дошел, уничтожаются. Вы понимаете, ничего не изменено. Христос воскрес тогда было. Христос, а мы, Павел говорит, если не так будете проповедовать, мы или ангелы с неба. Галатам, первая глава, восьмой, девятый стих. Анапима. Кто вам это придумал, Анапима? Анапима? Я вашу книгу не трогаю. Я говорю, по своей считаю. Он нападает на меня. И скажите, почему я вашу не трогаю, а вы меня трогаете? Я не оспариваю. Он говорит, а этот Иса, Иса, Иисус. Он в Орлах взял его, а потом он придет здесь, наведет порядок, женится. Дети у него будут. Я говорю, ты что сгородишь-то? Ну, я им объясняю, скажите, самая грязная такая структура, это чат-рулетка. Ни один не знает, кто изобрел. Я говорю, мальчишка, 17-летний двоечник. Он говорит о себе, Андрей Терновский. Я подумал, как я экзамены сдам, не сдам. Давай что-то думать, и вот это она думала. А дальше это уже пошло. И он буквально месяц, или сколько, сделался миллионером, выехал в Америку, на Лазурном берегу живет. И он там не регистрироваться, не надо ничего. Сделали так, меня один раз закрыли, забанили. Почему? Они не поймут, как открытым оком. Не могут. Я взял на бумажке, написал, показал. Это кто-то снял, послали, из-за этого меня сразу закрыли. А они блудят, что попало делает. Вот стоит женщина вдруг раз, а там мелькают кадры. Она стоит голая. Я не успел одуматься, гляжу, сзади протягивается рух, он как корову берет и доет. Ужас, я не видал нигде такого. Я говорю, вы что, вообще, даже высказать нельзя, что делается-то. И вы говорите, у нас одинаковые. Тебе четыре жены, а у нас на другую нельзя даже смотреть. Разница есть? Вы зачем тут пришли? Тут примерно 80% мусульмане. Вы зачем пришли на эту рулетку? Ну, вот познакомиться, познакомиться с кем? На вторую букву алфавит эти женщины называются. И все лежат, все она у вас тряхнула платьем и воню задавила, упали все в обмороке, как газовая атака прошла. Почему вы лежите? Вы пришли зачем? Дома у тебя четыре жены, надо колым платить за каждого. А здесь 44, голые даром, захохотали. Я говорю, вот вы оттуда, южноафриканские жеребцы едете, на русский кабул скачете. Засмеялись. Вот как-то узнал. Я говорю, что я каждый день в ваши глаза вижу, что вы делаете здесь. Теперь давайте судить дальше. Христос воскрес. Нет, он взял. У меня написано так. У тебя не написано, ты не говори. Мы с тобой разговариваем. Не надо говорить, что он воскрес. Я говорю, вот отсюда я узнал, где рога у сатаны. Главное, что воскресение это главное. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то мы еще во грехах. То есть это самый сильный удар сатаны. Почему? У меня ролик один выставлен. Советую всем посмотреть. Называется «Интервью у дьявола». Ролик такой. Приходит дьявол, образ человеческий, сидит и напротив журналист. Видели? Я вам скидывал всем. Журналист такой с бородой и крест у него здесь. Кто вы будете? Это, знаете, трудный вопрос. Такой голос сидит в галстуке. Так, где он губа как-то у него так нахлёст делается. Это трудно сказать. Так, он сказал примерно. А дальше. А как вы оказались здесь? Ну, знаете, это другое государство. У меня свои были соратники. Ну, и... Ну, видим, что неправильно правитель делать. Хотели поправить, но дело пошло не так. Так, и вот мы оказались здесь. Он не говорит, что его сбросил Архангел Михаил, 12 глава, но говорит точно по Писанию. А вы... Вам верить можно? Вы не лжёте. Потому что дьявол, если отец лжи, что Библию считаешь? Это Евангелие от Яна 8.44. Библию считаешь. Ну, и так это... И вопросы задаёт прямо в корень. Записывать на диктофон не дал. Только так писать. И сидит дьявол, и всё это рассказывает. Какая ваша победа самая большая? Я сумел доказать, что меня нет. Я всегда говорил об этом. Это не мой ролик. Ну, настолько щётко. Среди леса два кресла стоят. Лес просика, и они там сидят и разговаривают. Он достаёт сигару, закурил, отжирал маленько, плюнул. А журналист говорит, так вы курите. Тьфу, курите. Так вы и не знаете, что-то я изобрёл табакокурение. Ну, сходится всё. Как вот сходится со стороны, Мария Карелия пишет. Там Джеффри Тэмпеста разговаривает с Луся Римонез. Вот это вот он есть как раз здесь. Ну, и торопит его, да сказать. Давай скорее, какие вопросы-то? Вопрос ставит, кто у вас самый большой враг? Он сморщился весь. Прямо вместе с огнём сжал эту свою сигару. А прикурил так, взял в рот, палец приставил. Да, мол, и она загорелась. Он спрашивает, как вы людей обольщаетесь? В каком виде показываетесь? И он это всё вместе показывает. Какой вид? Он не сказал, держись. Как разинул рот вот такой вот, чернота, глаза. Тут журналист вот так вот. Я опять сел, сидит нормально. Но я не всегда такой. Я могу как ангел света подойти. И показывать, засветился лес везде. Ну, а как вы подходите к людям? Он вот так только руку поднял. Она горит пламенем. Повёл, ничего нету. Ну, как волхвы при аэроне Моисея было. Теперь он вот так поднял руку кверху. И деревья были. Деревья прям буквально ломаются. Такая буря поднялась. А вот тут сидит только журналист. И он ему даёт ещё вопрос задать. Какой ещё вопрос? Дальше он говорит. Что дальше будет? Дальше придёт тот, против которого я поднял восстание. Уничтожит меня. Понимаешь, кто составлял ролик, хорошо знает Писание. Ни в одном месте я не увидел, чтобы противоречило Писанию. А скажите, а почему вы выбрали место такое в лесу? А где бы вы хотели? В храме, что ли? Ну, в храме я знаю, что дьявол не будет. Ха-ха! Да там люди все мои! Одно, что ты не так делаешь, уже солгал. Это мой человек. Рано ли поддан за меня будет. Это все святые отцы об этом говорят. Житей святого Антония Макария. И он это знает. Интервью у дьявола. Посмотрите, оно минут 12 идёт. Я это всё поворачиваю и к этим говорю. Вы против воскресения идёте. Опять мусульманам поворачивают. Почему против? Почему вам неохота воскреснуть, Христос воскресить? Нет! Прям буквально, вот как этот говорит, который в чёрном костюме сидит, в галстуке, он, ну, дьявол. Всё лжёт, говорит. И вот это точно так же. Я говорю, ну, договоримся давайте. Ваша книга, я не произношу, даже Коран показал. А вы по ней говорите. Я вас слушаю. Почему вы на меня нападаете и не где-то нападаете, а где воскрес он? Он не воскрес. Значит, он не распят и он не воскрес. То есть мы все тогда в грехах. Вот чего сатана хочет доказать. Поэтому, что воскрес, это может какой-то деятель, какой-то новый Наполеон. Против Рождества Христова никто не воюет. Против воскресения даже не поминай имени его. Главное во всей нашей жизни, с чем мы придём к воскресению из мёртвых. Верующий в Сына Божий, то есть верующий, что Он умер за наши грехи, что Он понёс наше беззаконие, в этом всё и заключается. Христос воскресе! Во Иисусе! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Христос! Спасибо, Христос! Благодарю. Не оторвано, так? Ага. Так, я сейчас покажу, как мы тут обедали. Сейчас, подожди-ка, маленько. Всё у нас тут как надо. Я отрываю. Уже? Я отрываю. Продолжение следует...